Начинающих и уже опытных предпринимателей поддержат словом и делом. Вслед за большинством субъектов Российской Федерации в Ненинском округе появился фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства. Чем же будет заниматься новая некоммерческая организация, нам рассказал ее директор Алексей Попов. Его появление давно ждали в Ненинском округе. Фонд – это не только необходимое условие для получения софинансирования программ по поддержке малого и среднего бизнеса из федерального бюджета, но и реальная поддержка каждого, кто хочет заниматься своим делом, но не обладает достаточными для этого знаниями и умениями. Новая организация берет на себя решение ряда материальных задач, таких как поручительство, микрозаймы до 1 миллиона рублей, гранты и субсидии на развитие бизнеса, то есть фонд выступает своего рода оператором мер государственной поддержки. Источником финансирования организации станет взнос учредителя фонда, которым является администрация округа. Фонд будет принимать заявки на займы, поручительства и субсидии, рассматривать их и оценивать. А дальше документы пойдут в Комитет инвестиций и развития предпринимательства, который уже будет принимать решение об оказании поддержки. Гранты будут выдавать на конкурсной основе главный критерий отбора четкий бизнес-план и добросовестность предпринимателям, то есть отсутствие задолженностей. Кроме того, специалисты фонда окажут консультационную и информационную поддержку всем начинающим предпринимателям и предпринимателям, которые хотят дальше развивать свой бизнес. На базе организации будут проходить семинары и тренинги, в том числе с приглашением лекторов из других регионов. Кстати, такие фонды есть в большинстве регионов России, где они успешно работают и оказывают реальную поддержку малому и среднему бизнесу. В штате фонда есть проект-менеджеры, экономисты, юристы, бухгалтеры, в общем, все эти эксперты, которые могут ответить на любой вопрос бизнесменам. Главная цель – это развитие предпринимательства, чтобы у нас в регионе создавались новые субъекты бизнеса, которые создавали новые рабочие места во внебюджетном секторе экономики и в будущем зарабатывали свои миллионы и в будущем платили налоги в казну нашего региона. По словам заместителя губернатора Владимира Бланка, создание такой некоммерческой организации позволит уже в этом году дополнительно создать от 70 до 100 новых рабочих мест. Фонд по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства уже начал свою работу по адресу переулок Арктический, дом 3, кабинет 306.